Здравствуйте! Новости Дагестана на ННТ. С вами Махач Курбанов и мои коллеги. Коротко о главном. Если мясо, то только свое. Школа Республики планирует обеспечить мясной продукцией местного производства более свежей и недорогой, чем привозная. Об этом через минуту. Тут важен результат, а не участие. В Дагестане стартовал полуфинал всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Что даст победа и какие денежные вознаграждения в подробностях у наших коллег сегодня. Анонсирован следующий поединок Магомеда Исмаилова. Кто новый соперник дагестанского бойца и какого числа пройдет бой в нашем спортивном блоке? В Махачкале приостановили на три дня работу всех детсадов после массового отравления детей. Кроме того, во всех общеобразовательных учреждениях на этот же срок приостановлена организация питания в начальных классах. Об этом сообщили в Управлении образования столицы. Меры приняты после вспышки острой кишечной инфекции, после которой были госпитализированы несколько десятков детей. Причины произошедшего устанавливают специалисты Роспотребнадзора. Следственные органы возбудили уголовное дело. Школы Дагестана планируют обеспечить мясной продукцией местного производства. Месельхоз Проди отметили, что большая доля мясной продукции была завозной из других регионов и даже стран. Помимо мяса будут заменены и другие продукты, такие как масло, молоко, куриные яйца, рыба. По словам главы ведомства, замена этих продуктов на местные позволит обеспечить детей более качественным питанием, так как ввозные продукты теряют свежесть при транспортировке и при этом цена на них более высокая. Почти 9 миллиардов рублей выделено для выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Ежемесячное пособие установлено в этом году указом президента. Оно положено семьям с низким достатком, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума. Размер выплаты составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка или около 5,5 тысяч рублей. Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже около 4 миллионов человек. Для оформления выплаты нужно подать электронное заявление на портале госуслуг, либо лично посетить МФЦ или органы соцзащиты. На Северном Кавказе украли электричество на полмиллиарда рублей. Лидером похищения стал Дагестан. С начала года здесь зафиксировали 957 случаев энерговоровства на сумму около 500 миллионов рублей. Как отметили в компании Россети, размер ущерба из-за воровства электроэнергии в этом году на 118 миллионов рублей выше, чем за тот же период в прошлом году. Проблема, как объясняют специалисты, не только в убытках. Из-за нарушителей происходят перепады напряжения в сети, которые приводят к сбоям у добросовестных абонентов. Иногда даже к авариям и несчастным случаям. В Махачкале обсудили соблюдение прав человека в местах лишения свободы. В мероприятии приняли участие сотрудники правоохранительных органов, представители Общественной палаты республики, члены Общественной наблюдательной комиссии. В рамках встречи были рассмотрены основные понятия концепции прав человека. Личное достоинство, моральное и национальное право. Были затронуты вопросы ограничения прав человека и основные документы в области защиты прав человека. Стороны поделились имеющимся опытом и обсудили ряд вопросов. Участники отметили важность обеспечения прав человека в местах лишения свободы и необходимость участия общественных объединений в контроле за обеспечением прав осужденных. После завершения ремонтных работ возобновлено движение по республиканской дороге Гунип-Цуриб и Гунип-Кумух. Данные участки были заблокированы из-за работ по расширению дороги до 9 метров. Дорога Гунип-Цуриб соединяет Чародинские и Гунипские районы между собой и с региональным центром. Напомним, что ранее на этом участке произошел обвал и дорога была временно закрыта. На время ремонтных работ использовался временный объездной маршрут через селение Кегер. 600 миллионов рублей направят на расширение производства на заводе имени Гаджиева в Дагестане. В рамках проекта планируется создание 570 новых рабочих мест. Из них уже открыты 95. Из общего объема инвестиций уже привлечено 213 миллионов рублей. Отметим, что завод имени Гаджиева – это крупнейший производитель насосной продукции, общепромышленной, арматуры и многого другого. Завод является основным поставщиком данной продукции в России и странах СНГ. Большая перемена. В Дагестане стартовал полуфинал всероссийского конкурса для школьников. В течение трех дней участники будут проходить тренинги по развитию soft skills, решать кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов. Наградой для победителей станут большие денежные призы. Подробнее по теме от Ханапова. Полуфиналы «Большие перемены» проходят по всей стране. Один из них – в Махачкале. За победу в конкурсе борются тысячи школьников. И не зря финалистам достанется множество преференций. Это пять дополнительных баллов к сумме ЕГЭ и, самое главное, денежные премии. Одиннадцатиклассникам в один миллион рублей, а учащимся девятых-десятых классов – по 200 тысяч. Всего выберут 600 победителей. Для школьников это, в первую очередь, возможность выйти за пределы предметного мышления. То есть мы сейчас говорим о том, что кейс – это всегда междисциплинарная задача, где совершенно в конечном счете не важно, хорошо ли ты знаешь математику или историю искусств. Важно, насколько хорошо работает твое мышление, как ты можешь придумывать, как ты можешь организовать свою работу в команде, как ты можешь отработать с экспертом, как ты можешь вникнуть в проблемную ситуацию. То есть все то, что здесь происходит, является нетиповым подходом вообще к образованию. То есть это практикоориентированный подход, где каждый школьник имеет возможность поработать с настоящей реальностью, с настоящими живыми экспертами, а не с какими-то теоретическими выкладками из учебника. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Направлений здесь множество. Касаются они здорового образа жизни, творчества и добровольчества. От Дагестана в полуфинал прошли 84 школьника. Вот сейчас это же начало конкурса. Мне очень понравилось знакомство с нашими, которые приехали, людьми. Они очень общительные, и я раскрываюсь с ними. Я ожидаю от конкурса, конечно, что я пройду финал и очень таких забываемых эмоций. Мы очень гордимся и надеемся, что они пройдут наши победители и в финал. И желаем им успеха. Конечно, прообраз таких конкурсов у нас был. Это «Бенелект». И я вот вижу, что здесь наши ребята тоже активно участвуют. Так что удачи всем. Конкурс является частью платформы «Россия – страна возможностей». Ее запустили осенью 2017 года по инициативе Владимира Путина. В этом году заявки на участие пришли от более 1 миллиона школьников. В этом от Ханапова Нурмагавид Магомедов. Новости ННТ. Махачкала. Махачкала вошла в тройку городов России, где проживает больше всего сладкоежек. Опрос среди жителей 24 городов страны проводило независимое исследовательское агентство «Зуммаркет». Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов. «Скажите, вы любите сладкое? Как часто вы едите сладкое? Какие сладкие продукты вы предпочитаете?» В общей сложности опросили почти 3000 респондентов. Оказалось, что настоящими сладкоежками страны являются жители нашего города – Якутской Казани. По словам представителей агентства, чаще всего россияне покупают сладкую выпечку, шоколад и мед. В России ожидается аномально теплая середина октября. По словам синоптиков, температура выше климатической нормы установится во второй декаде текущего месяца. По всей стране ожидается сухая и теплая погода. В Дагестане тепло будет до самого конца октября. Днем максимальная температура плюс 23, но в горах будет заметно прохладнее. Плюс 4, плюс 5. Днем и легкий мороз по ночам во второй половине октября. Осадки тоже ожидаются в пределах нормы. Бойцовская лига ОСА анонсировала следующий поединок Магомеда Исмаилова. 12 декабря дагестанский боец садется с Иваном Штырковым по прозвищу «Уральский Халк». О месте проведения боя пока не объявлено. Известно лишь то, что эта встреча возглавит турнир и пройдет в полутяжелом дивизионе. Напомним, что 34-летний Исмаилов второй раз подряд поднимается в весовой категории. В июле он техническим нокаутом победил тяжеловеса Александра Емельяненко. На счету нового соперника дагестанца Ивана Штыркова 19 боев в ММА, в которых он потерпел одно поражение. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами. Всего вам хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин